Друзья, всем привет! Я вернулась в Москву, загоревшая, отдохнувшая. Я теперь не панда, но я немножко замазала тональным кремом. В общем, я полна силы и энергии. Я такая счастливая, вы просто не представляете. Приехала в Beyond Club проверить своих ребят, которые целыми днями работали, пока меня не было. Скучали по мне. Вот, заехала их навесить, сделала маникюрчик. Маникюрчик на загорелых ручках. Сделала опять нюдовый оттенок. Я очень люблю нюд и губы нюдового оттенка. В общем, отдохнула я супер, можно сказать, даже круто отдохнула. Дзиме все понравилось. Монтировать начинаю влог. Первый влог будет из Венеции. Как мы отдохнули. Покажу вам все достопримечательности. Покажу, как мы гуляли, ели, целовались, обнимались в Венеции. Поэтому ждите. Совсем скоро я выпущу, выложу его на YouTube. Вот, выложу. Поэтому надеюсь, что вам понравится. Конечно, первым блинкомом, но я буду в следующий раз стараться. Также хочу напомнить, что 9 сентября я устраиваю встречу в Москве. Адрес точный я скинула в сториз. Посмотрите мои сториз. Там есть адрес. Всех жду 9 сентября в 11 утра. Также я скоро буду в Питере. Я в Питер вылетаю 11 сентября по делам. Это будет суперкрутая новость для девочек особенно. Вот, у меня есть теперь еще одно маленькое, будет еще одно маленькое хобби, такое маленькое-маленькое, которое должно понравиться девчонкам. Еще одно маленькое творение. Вот. Ну, задавайте вопросы, давайте с вами немножко поболтаем. Тебе не кажется, Дима с тобой за денег, раз ты за него везде в Италии платила, даже за еду. Почему я за еду платила? Разве это я где-то говорила, что я за еду плачу? Девочки и мальчики, я просто сделала своему любимому мужчине сюрприз. Я организовала поездку, купила авиабилеты, забронировала гостиницы, запрограммировала и расписала весь маршрут. Но это не говорит о том, что он все платит. У меня мужчина самодостаточный, который работает, а не сидит на шее у женщины, как многие из вас это делают. Я уверена, что среди вас есть мужчина, который не рублят своей жизни, не заработали сами. И за еду я не платила. Может быть, я еще за что-то платила? Ой. Волосы я не хочу обрезать, я их наоборот трощу, я хочу длинные волосы. Очень у меня не выгорели, стало еще посветлее. Хорошенько, потому что я отдохнула, счастливая, я прилетела. Да, я понимаю все, что я говорю здесь в прямом эфире, и просто люди не понимают, что задают. В Екатеринбург не планирую приезжать, пока нету там никаких недел, ничего. Да, я красила волосы с 9 лет до 23. Я эмилировала, была и брюнеткой, была с химической забивкой, что я только не делаю. Сейчас у меня на протяжении уже 5 лет свой натуральный цвет волос. Я их не крашу, не тонирую. Это вот мой натуральный цвет волос. Просто они выгорают. Выгорают они при помощи различных спреев, которые я уже говорила для выгорания. Зайдите в Актуальное, либо в Телеграмму, прочитайте, как называются эти спреи. Ну ты и дура, зачем за него платить? Мы семья. Поэтому это вполне нормально, когда девушка делает своему мужчине подарки. А что ему подарить? Запонки, какие-нибудь галстук, трусы, носки. Мне захотелось вместе, чтобы мы слетали отдохнуть. Он ни разу не был в Италии. И поэтому это вполне нормально, если девушка для своего мужчины, для своего мужа делает такие подарки. Как я добилась изначального цвета волос? Я просто отрастила, отрастила и все, и прекратила краситься. Сделать небольшой подарок. Я хочу своего мужчину радовать, потому что он для меня делает все. Вы просто не представляете, какие делает он для меня подарки, что он для меня делает. Поэтому свозить в Италию был маленький мой сюрприз. Он не ожидал, куда мы летим, и вообще не думал, что мы полетим сразу в три места. Маникюр делаю раз в 10-14 дней. Когда я буду сидеть, тоже не буду краситься. Вот когда посидею, тогда я посмотрю, буду я краситься или не буду. Хорошую ночь сделать. У нас хороших ночей каждый день, поэтому хочется слетать, посмотреть мир. Я хочу увидеть весь мир. Я хочу побывать во многих странах. Мы познакомились в прошлом году. Познакомились с ним в пробке. Он на следующий день по номеру машины узнал мой номер телефона и написал мне сообщение. С Викой встречусь завтра либо сегодня. Пока сижу на работе, дел очень много. Да, маникюр мне самой нравится, нюдовый. По профессии я юрист и тележурналист. Девочки, мальчики, я не хочу отвечать на вопросы, связанные с реалити-шоу. Это было давно, и пора жить сегодняшним днем. Если у вас есть какие-то ко мне вопросы, касаемые реалити-шоу, приходите в Москве на встречу, можете их задать. Я ни с кем не общаюсь, кроме Вики и Петра. И общаюсь с людьми из съемочной площадки. Со стилистами, визажистами, редакторами. С ними я общаюсь. Все, и с моей Вики. Ресницы наращивают тройной объем и сгиб Д. Тройной объем у меня ресниц. Тройной. Я люблю орхидеи. Орхидеи, кстати, живые, цветут. Нормально, они не засохли. Знаете почему? Потому что я их залила просто водой, когда уезжала. Мой любимый актер и певец, певица. Ой, не знаю. Не знаю. Риану я из певицы. Я люблю Риану. Закончу, пожалуйста, эфир. Закончу, когда нужно будет. Когда у меня не будет времени, я закончу эфир обязательно. Фан-встреча будет в Москве. Адрес точный я написала в сториз. Посмотрите в сториз. Да, я делаю чистку лица два раза в год. Делаю я в Нижнем Новгороде у своего косметолога. Баку, вам тоже передаю привет. Нос красный, ну, потому что я панда, потому что я сгорела. Я думаю, что вот он мне будет скоро облизать. Можете задавать мне вопросы, касаемые поездки, нашего отдыха. Можете задавать, кто за что платил. Вам же очень интересно чужие деньги считать. Поэтому можете спокойно все задавать. Пока я веселая и счастливая. Да, Темникова мне очень нравится. Кстати, мы вчера ехали в аэропорт и слушали весь ее альбом. Все ее песни. Ребята, еще хочу сказать, что если вы за границей снимаете машину, будьте аккуратны. Правда. И особенно перед сдачей машины обратно нужно заправить бак. Мы вчера этого не сделали, с нас содрали столько денег. Я бы за эти деньги могла бы год ездить в Москве здесь, заправляюсь. Деток, я хочу, куда поеду отдыхать. В ближайшее время я никуда не планирую, потому что я только вчера вернулась отдыха. Следующая наша поездка будет на Новый год. На Новый год мы, возможно, полетим в Таиланд, либо на Бали, пока еще неизвестно. А в ближайшем будущем я полечу в Санкт-Петербург. Какую чистку я делаю? Ультразвуковую чистку лица. Пилинг не делаю. Вешу не знаю, сколько после отдыха я, конечно, набрала, но, может быть, килограмм 60 вешу. Скулы у меня свои. У меня у мамы такие же скулы, у бабушки, у всех, у всех, у всех остальных. Вот такие мы татары монгольские. В Крым тоже не собираюсь. Кто платил за поездку? Я бронировала билеты, отели, самолет, наше передвижение. У меня день рождения 18 июня. Я не была на Украине. Протональные крема пользуюсь сейчас Арманией, перемешиваю с Макс Фактором. Иногда Эстелаудером. Все зависит от того, куда я собираюсь. Повседневно я крашусь Арманией. Ты была на Балашихе? Я была в Балашихе. Была. У меня там жила подружка. Что пользуешься делом? Дела, прыщи. Я не знаю, что это за вопрос. Я не была в Оренбурге. Ребят, я могу перечислить вам города, где я была. Я была в Сочи, в Нижнем Новгороде, в Уфе, в Омске, в Краснодаре, в Адлере. И, наверное, все. В Новосибирске. И то в Новосибирске было 8 часов. Все знают, наверное, эту историю, как я ночевала в аэропорту в кинотеатре 8 часов между пересадкой. Потому что я на один рейс опоздала. Пришлось лететь через Новосиб домой. Кто я по национальности? Я русская. На Чукотке я тоже не была. Какая у меня машина белая. Я делаю маникюр раз в 10-14 дней. Педикюр раз в 3 недели. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!